ПЕСНЯ Музыка – это достаточное доказательство существования Бога. И это слова замечательного американского писателя Курта Венегута, которые каждый раз для нас звучат по-новому. Здравствуйте! Меня зовут Пётр Романов, я актёр, телепутешественник и меломан. В этой студии каждую неделю мы будем встречать у себя в гостях авторов и исполнителей, которые поют о самом главном, которые поют наши любимые песни. Это домашний концерт на телеканале «Спас». Давайте начинать! Жил на свете маляр, и любил провожать он закаты, Наблюдая, как прячется солнце за быстрой рекой. И ещё он мечтал стать художником, чтобы когда-то Отразить на холсте мир прекрасный и разный такой. Очень скоро судьба оказалась к нему благосклонной. Знаменитым художником стал не в одной он стране. За огромные деньги картины шли с аукционов, С каждым днём возрастая всё больше и больше в цене. Но однажды красивую девушку встретил художник. Взор смешливый, ядый румянец пленели его. И решил, что её отпустить ни за что он не сможет, Если не передаст на холсте этот образ живой. Он её рисовал вдохновенно и самозабвенно. И портрет получился таким, что сравнения нет. Посмотрела она и сказала вдруг проникновенно, Да, хорошая кисточка, очень удачный портрет. Рассмеялся художник наивности девушки этой. Да при чём же тут кисточка? Дело в таланте моём. Ей чёрным углём нарисую все степени света. И белилами выкрашу ночь на холсте на своём. Улыбнувшись, сказала она, не смущаясь, немало. Мне казалось, что вы тоже кисточка в божьих руках. И премудрый творец, чтобы мы красоту понимали, Через ваши полотна свой мир открывает для нас. У художника точно свеча вдруг погасла улыбка. И чеканья слова он сказал раздражённо слегка. Нет, творец это я, слышишь, я, и большая ошибка. Думать, будто бы я, эта кисточка в чьих-то руках. Вновь он краски смешал и сменил полотно на мольверте. И рукой уверенность снова стал делать мазки. Но уже через час был он самым несчастным на свете. На холсте видел он лишь работу бездарной руки. Он полотна менял, снова смешивал краски, но тщетно. Он катался по полу, ломал свои кисти и выл. Он был самым несчастным и самым бездарным на свете. Словно это не он гениальным художником был. Жил в убогой коморке, когда-то известный художник. Он любил повторять, глядя вдаль на застывший закат, Что всё бренно на этой земле, и что люди не больше. И что люди не больше, чем кисточки в божьих руках. Что всё бренно на этой земле, и что люди не больше. И что люди не больше, чем кисточки в божьих руках. Друзья, ваши аплодисменты. Приветствуем замечательную артистку, автора собственных песен, Светлана Копылова, героиня нашей сегодняшней передачи. Светлана, здравствуйте. Светлана, расскажите, как музыка появилась в вашей жизни? Мои песни пели Кристина Арбакайте, Игорь Саруханов, Вячеслав Малежик, впоследствии Валентина Толкунова. Потом, значит, стала писать духовные песни, и начала их предлагать духовным исполнителям. Ни один духовный исполнитель почему-то не обратил внимания. И тогда мне мои родные и близкие стали говорить, Света, пой сама. Я говорю, как я буду петь? У меня ни голоса нет, ни образования музыкального. Но благо, игра на гитаре всё-таки с 15 лет была мной освоена, и тому виной, виновником является мальчик Лёша Соколов из города Иркутска, где мы вместе учились в авиационном техникуме. Это было до того? А на кого вы учились в авиационном техникуме? В дипломе у меня написано техник-механик по самолетостроению. Первым делом самолёты, ну а девушки потом? Я клепала эти самолёты и думала, господи, боже мой, для чего ты меня сюда поставил? Совершенно не моё. Когда Агата Кристи, когда она стояла и мыла посуду, она ни о чём, кроме как об убийстве, думать не могла и начала писать свой роман. Я её понимаю. А вы клепали самолёты, но вы-то думали о возвышенном, о том, что вы хотите стать актрисой. АПЛОДИСМЕНТЫ Встретились как-то раз случайно Средь тополиной бьюги Близкие в недалёком прошлом Бывшие две подруги Первую звали жизнь, вторая Смертью звалась с рождения Модница жизнь в красивом платье И смерть в строгом облачении Жизнь пригласила смерть на ужин Столик взяв в ресторане И словно не было разлуки Не было расставания Лучший коньяк, закуска, фрукты Щедрое угощение Очень уж ей вернуть хотелось Смерти расположение Смерть не была на жизнь В обиде Просто другие взгляды И подружиться с ней, пожалуй, Снова была бы рада Кстати, коньяк Хороший, правда Чокнулись всё по чину Но обойти не удалось Им ссоры былой причины Вспомнили, как в ту ночь Подруги спорили Дорядили Как златокудрого младенца Между собой делили Как невозможно было слушать Матери плач из окон Смерть, почему его взяла ты Разве пожить не мог он? И, призадумавшись немного Жизни она сказала Господом было мне открыто Что его ожидало Если б ребёнок жив остался Стал бы тогда убийцей И о черстве в душой Не смог бы к Господу обратиться Надо же, так тут жизнь вздохнула Этого я не знала Ну а ты помнишь ту старуху Что тебя призывала И как мы с ней тогда просили Эти прервать мучения Но только ты призывам нашим Не придала значения Да, отвечала, смерть устала Помню я ту старуху Это она своим проклятием Дочь обрекла на муку Надо успеть приехать было Дочери издалёка Чтоб та сняла с неё проклятие Перед дорогой к Богу Жизнь головою покачала Этого я не знала Но вот тот сорокалетний Тоже ведь пожил мало Мало сказала, смерть сурова Только наделал много И никогда уже не стал он Каяться перед Богом Тут телефон запел у смерти Тихий мотив церковный Стало лицо её бледнее Голос спокойным, ровным И извинившись перед жизнью Чмокнув её неловко Проговорила, убегая Срочно Командировка Наши любимые песни Наши любимые песни Возвращаясь к тому времени Когда вы начали писать песни Для Арбакайте, для Саруханова, для Толкуновой Что это были за песни? Где я пела, пела, пела О любви Кристина Кристина, так И на вас не смотрела Так это ваша песня, да? Да Замечательно А вот вы называли Валентину Толкуновой Я знаю, что вы с ней вместе даже давали концерты Да, то есть А вот с ней расскажите о знакомстве С ней, о вашей дружбе Ну, нас опять же соединили мои песни Она услышала их в машине И очень их полюбила И захотела со мной познакомиться Разыскала меня Позвонила мне Сама разыскала? Сама, да Так тут бывает, да? Да, и мы с ней встретились Я приехала к ней домой Мы с тех пор Вот до самой смерти общались И слава богу, она ушла Как христианка И мне очень радостно И мы сняли фильм о ней Любовь побеждает смерть Так Где я сидя у камина В течение часа рассказываю Вы же член Союза кинематографистов России Да, насколько я знаю Это вы сами снимали этот фильм про нее? Ну, я как бы была с автором, так скажем И это экспромт был У меня не было специального текста То есть такая, это больше документальная Это да, это документальная Она пела много ваших песен, да, Толкунова? Ну, не так много, пять Пять? Это много, хорошо Да? И все наши любимые Хотелось бы посвятить песню нашим мамам Это мы особенно любим на этой передаче Спасибо, спасибо вам большое Давайте подпишем Не обижайте матерей На матерей не обижайтесь Перед разлукой у дверей Нежнее с ними попрощайтесь И уходите за поворот Вы не спешите, не спешите И я и стоящий поворот Как можно дольше помашите Вздыхают матери в тиши В тиши ночи, в тиши тревожной Для них мы вечно малыши И с этим спорить невозможно Так будьте чуточку добрей Опекой их не раздражайтесь Не обижайте матерей На матерей не обижайтесь Они страдают от разлук И нам в дороге беспредельной Без материнских добрых рук Как малышам без колыбельной Пишите письма им скорей И слов высоких не стесняйтесь Не обижайте матерей На матерей не обижайтесь Потрясающе! 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 Спасибо вам большое За эту песню Нет человека дороже, чем мама Очень хорошо, что вы сказали Действительно эти слова Такие простые И такие пронзительные До глубины души Не обижайте матерей На матерей не обижайтесь И мы не перестанем В эфире телеканала Спас Говорить о том, что Друзья, почаще звоните Вашим матерям Почаще говорите о том Как вы их любите Ну а мы сейчас прервемся На короткую паузу После чего вернемся Продолжим Петя слушает Наши любимые песни Наши любимые песни Наши любимые песни Это домашний концерт На спасти Очаровательная героиня Нашей сегодняшней передачи Светлана Катылова Жили два блюдница В материнской утробе И другому один Как-то высказал мысль А ты знаешь Мне кажется Есть после родов Удивительная И прекрасная жизнь И другой Потянувшись Под маленьким сводом Тут улыбки Без зубы Своей не сдержал Это просто смешно Верить в жизнь После родов Брату верующему В ответ он сказал Как по-твоему Жизнь может выглядеть Это Я не знаю Как точно Близнец отвечал Но мне кажется Там на земле Больше света Я однажды во сне Этот свет увидал Я конечно не знаю Как все это будет Но мы может Своими ногами пойдем И еще Правда это похоже На чудо Но возможно Что мы Даже есть Будем ртом Ерунда Вот уж Это Никак Невозможно Наша жизнь Пуповина И так Коротка А ногами Ходить И представить То сложно Нет Не сможем Ходить Мы Ногами Никак И оттуда Никто Еще Не возвращался Что За бред У тебя Братец Мой На уме Все Закончится Родами Не Обольщайся Наша Жизнь Это Только Страдания Во тьме А мне Кажется Брат Первый Не Унимался Что Когда-нибудь Сможем Увидеть Мы Мать И Мы Временно Здесь Чтобы Мало Помалу К жизни Той После Родов Готовы Стать Брат Неверующий Лишь Качал Головою Верить В мать Это Просто За Гранью Идею Я Не Вижу Ее Значит Нет Ее Вовсе Ну Скажи Если Ум Скажи Она Где Как Ответит Тебе Братец Даже Не Знаю Но Я Чувствую Сердцем Заботу Ее И Ночами Когда Все Вокруг Затихает Она Гладит Наш Мир И Тихонько Поет Все Наполнено Ею И Радость Такая Словно В ней Пребываю И Ею Живу И Хоть Точно Про Жизнь После Родов Не Знаю Но Я Верю Что Будет Она Моя День АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое, друзья, Светлана Копылова. А я хочу представить еще одного нашего специального гостя. Это отец Андрей Логвинов, протеерей. Батюшка, здравствуйте. Доброго здравия. Как давно вы знакомы с творчеством Светланы Копыловой? Я сейчас по времени-то затрудняюсь сказать. Уже множество лет. И даже вот по этой множестве лет мне может быть проститься мое преступление, которое я совершил. Она меня довела. И я совершил некое преступление, в котором сейчас публично каюсь. Довела она меня до слез. И до обильных слез. Мы, я думаю, все сейчас можем покаяться перед Светланой, что мы все, вы нас действительно все довели. Это еще не все. Это еще не все. Потом с помощью этого диска я довел наших прихожан в воскресной школе. То есть я собрал людей. Мы постоянно собирались по воскресеньям, по вечерам. И все слышали, слушали, плакали, рыдали. И, конечно, а где это можно взять? Я занялся экономическим преступлением. Я стал делать копии. Я не знал, где найти автора. Будут ли они в продаже вообще когда-нибудь. А хотелось-то всех. Но единственное, я их не продавал никогда. Я их только дарил. Слушайте, ну это чудесная история. Это преступление во имя любви. Во имя любви к ее творчеству. А вы знаете, что отец Андрей замечательный поэт? Прямо даже вот сходу вам подарю свою крайнюю книжечку. Я говорю, последнюю крайнюю книжечку. Спасибо вам большое. Светлана, как в вашей жизни вера появилась? Всегда была с вами с рождения? Или в какой-то момент действительно произошел тот переворот, как вы говорили, что вы начали писать именно духовные тексты и углубляться в духовное пение? Скорее всего, это произошло с приходом в мою жизнь духовника, коим является протерея Артемия Владимирова. Это очень хорошо знакомая фигура на нашем телеканале. Мы все хорошо знаем отца Артемия. Вот. И... АПЛОДИСМЕНТЫ Я вдруг в одночасье поняла, что я не могу больше писать такие вот бессмысленные песенки. И хочется какой-то глубины, хочется выразить то, что накопилось в душе. Я много читала в то время духовной литературы. Вот. Но я хочу сказать все-таки, что некоторые люди персонифицируют меня с моими песнями. И иногда мне говорят, вот в песнях ты такая, а в жизни ты совсем другая. Я хотела бы исполнить одну веселую песню. Так. Да. И представить замечательную поэтессу, которая не могла здесь быть, потому что она живет на Украине, в Полтаве, Ирина Самарина. Хорошо. Отлично. Давайте послушаем. Вот. И на ее стихи. На ее стихи. И сейчас исполню песню. Друзья. Я старомодна, мне нравятся платья до пяток. Честь и застенчивость, и медицина без взяток. Добрые песни, подарки своими руками. Чувства навек и, конечно, венчание в храме. Я старомодна, и роль безвызгума мне чужда. Я выбираю невыгоду, верную дружбу. Я не умею судить по объему валюты. Небу всегда благодарна за дни и минуты. Я старомодна, читаю молитвы ночами. В них я здоровья прошу всем детишкам и маме. Я не хожу в рестораны и клубы крутые. Я наблюдаю, как светятся звезды ночные. Я старомодна, мне нравятся в поле ромашки. Верю в любовь, от которой по телу мурашки. Знаю, что сильный мужчина, не лживая мачо. Слезы в глазах от эмоций стыдливо не прячу. Я старомодна, во мне не найти силикона. Мода диктует, но я от диктовок свободна. Я безнадежна, счастливая, я старомодна. Я безнадежна, счастливая, я старомодна. Фантастика. Слушайте, ну дай бог нам всем и каждому сохранять эту старомодность у себя в сердце и в душе. Да? И ну их эти ночные клубы и рестораны. Лучше приходите к нам на домашний концерт на Спасе, чтобы послушать вот такие песни и хотя бы чуть-чуть проникнуться. Сейчас прервемся на короткую паузу, после чего вернемся, продолжим петь и слушать вот такие наши любимые песни. Не переключайтесь. Домашний концерт на Спасе. Героиня нашей сегодняшней передачи, очаровательная Светлана Копылова. Песня про нас, про женщин. Героиня нашей сегодняшней передачи, очаровательная Светлана Копылова. Он ее раздражал, он все делал не так, он понять не умел ее тонкой натуры. Удивлялась она, как вступила с ним в брак, и порою твердила себе, ну и дура. Он ночами храпел, так что стены тряслись, он не то покупал, он не так выражался, не спешил выполнять ее каждый каприз. И совсем не жалел, и в любви ей не клялся, но внезапно его смерть к себе забрала. И забыла она, все его недостатки. Он был самым родным, от кого родила, хоть у них не всегда, и не все было гладко. Он ее раздражал, он все делал не так, но она лишь теперь поняла это с болью. Он как лучше хотел, а она за пустяк обижала все время своей нелюбовью. Провожала она мужа милого в путь. Он уже никогда к ним домой не вернется, и без храпа его ей теперь не уснуть. И на части ее сердце скорбное рвется. Он ее раздражал, он все делал не так, он понять не умел ее тонкой натуры. Если б все ей вернуть, каждый миг, каждый шаг, то уже не была бы такой она. Ну что ж, мы с вами говорили о вере в вашей жизни. Светлана, мы продолжаем. Обращаюсь к вам. Следующая песня, которую вы нам исполните. Я очень люблю песни о промысле Божьем. Каждая из ваших песен преисполнена божественной. Два путника, два ангела пришли искать ночлег. В богатом доме странникам лишь дали черствый хлеб. И вместо дома теплого их проводили вниз. И ночевали около они огромных крыс. В сыром подвале ангелы увидели дыру. И старший в свете факела, не покладая рук, Заделывал, замазывал, пока не рассвело. И, кончив дело, ангелы покинули село. Два путника, два ангела пришли ночлег искать. И в бедном доме странника бедняк стал угощать. Хоть трапеза не райская дал все, чем был богат. И на постели хозяйскую он уложил их спать. Наутро чуть забрежело собрались уходить. Бедняк с женою вежливо их вышли проводить. А сами еле силятся рыданья превозмочь. Корова их кормилица издохла в эту ночь. И младший ангел старшему взволнованно сказал, Богатому и жадному ты помощь оказал. Не мог ты разве вымолить корову бедняка? И с болью нестерпимою заплакал он в руках. Не все так просто, ангел мой, послышалось в ответ. Там за стеной подвальною был клад золотых монет. И чтобы тот богач не знал, я клад за мураву. Прости, что я тебе тогда об этом не сказал. А этой ночью ясною не мог замкнуть я глаз. За женушкой хозяйскою с косою смерть пришла. Ее просила сердечная жену оставить жить. А больше было нечего взамен ей предложить. Не все так просто, ангел мой, Господь наш справедливый. Он хочет, чтобы избранными мы все к нему пришли. И нужно нам надеяться на промысл его. Взирая со смирением на крест нелегкий свой. Я хотел у вас спросить, откуда вы черпаете вдохновение? Вот на написание своих песен, на такое исполнение. Вопрос, который все задают, и на который я не могу дать точный ответ. Но скажу, что меня вдохновляют интересные сюжеты. Если только я где-то прочитала или кто-то мне рассказал сюжет, у меня уже чешутся руки. Мне уже хочется, да, это все притворить в песню. Вы действительно нас наставляете на путь истины, как бы сейчас это высокопарно не прозвучало. Спасибо вам большое. Господь через песни наставляет. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЮТСМЕНТЫ 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 Дай больным чашку, а другим ложку. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Приступи к споре, да, бубаш, старость. Раздели горе, подари радость. Помирись первым, не держи камень. Защити веру, обними маму. Тай, дай, 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 д Возлюбим, тогда нам много, так легка, трата, возлюбим. Все вместе? Возлюбим. Никого? Тай-дари-дари-дари и всех вором. Тай-дари-дари-дари. Тай-дари-дари-дари-дари-дари-да. Тай-дари-дари-дари-дари-да. Тай-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-дари-д В нашей героине Светлана Копылова